Сюжет футболиста карьеры полностью вымышлены. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол. Это жизнь, и это продолжение нашей карьеры за игрока. Итак, сегодня у нас стартует четвертый уже сезон, четвертый сезон, и новый вызов для нас. Мы переезжаем в самый лучший, по моему мнению, это чемпионат Англии. Переезжаем сейчас в самый лучший клуб на данный момент, так как они сейчас являются чемпионами страны. Мы это смотрели, когда нам еще предложение давали. Ну и ничего такого особенного в этом переходе нет. Нам даже пришлось перейти, и Манчестер Сити заплатил цену за нас ниже рыночной. То есть, значит, мы немного сбавили после перехода из Наполи в Ювентус. Но, мне кажется, здесь мы надолго останемся в чемпионате Англии, я так прям чувствую. Поэтому, также будем тренироваться мы. Сегодня у нас первая тренировка в составе Манчестер Сити. Немного нам остается до 85-го рейтинга. Навесы покачаем. Короткие пасы. Ну и также вот стандартные положения. Это тоже ключевой фактор. У нас пеналити 80, поэтому мы больше их качать не будем. Переиграть вратаря. Ну и оборонительную тоже тренировочку сделаем. Поехали. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Почти все на А. Ну и теперь готовимся мы только к сезону. Он у нас стартует только 31 июля. Ну и дальше уже все как с чистого листа. Ну что же, с середины месяца проводим вторую уже тренировку в Манчестер Сити. Поехали. Ну что же, вот так вот завершили мы очередную тренировку. Теперь вот все на А мы сделали. Ну что же, вот и первый матч у нас. Это суперкубок Англии, Community Shield. И мы в стартом составе. Сейчас вы увидите расстановку на ваших экранах. Сыграем мы в домашний, ну и Манчестер пусть тоже в домашний. Ну вот такая вот расстановка. Ничем практически не отличается от Ювентуса. Но зато здесь все на своих местах. Поехали. Ну что же, наш официальный дебют за Манчестер Сити. В матче сразу же такое вот дерби манчестерское. Встречаемся мы за суперкубок Англии. Вот разминаются игроки Манчестера. Если бы мне предложил Манчестер Юнайтед, я бы перешел бы тоже. Но я не стал рисковать, поэтому не отклонил предложение Манчестер Сити. И согласился, и перешел. Итак, первый же матч в нашей карьере в Англии. И сразу же на Уэмбелли. Ну что же, вот мы теперь единственный девятый номер в клубе. Поехали. Отлично, наложенную замахи мы убираем. Отличная рулетка получилась еще. Но здесь уже штрафной мы зарабатываем. Аки нас срубил. Ну и желтую карточку нужно дать, мне кажется, за этот момент. Ну и арбитр подзывает его к себе. Ну желтую, да, получает. Что же, штрафной бьет Лерой Сане. Не знаю, пробьет он или нет. Удар. И это гол. Это гол со штрафного. Лерой Сане забивает. И снова. Снова мы переходим в клуб, в который забивают игроки с наших штрафных, которые мы зарабатываем для клуба. Ну замечательно. Лерой Сане забивает замечательный гол со штрафного от штанги. Вот этот удар. Дхей не дотянулся. Очень плотно пробил. И 1-0. Манчестер Сити повел в матче за суперкубок Англии. Отдает на нас. И мы пробиваем. И мы забиваем первый гол за Манчестер Сити. 2-0. Манчестер Сити ведет. Пробует добежать до Хосе по Гвардиолы. И это получается, да. Отпраздную первый гол именно с ним. Отлично. Хорошая передача от Стреллинга сейчас была. И мы забиваем. Вот так вот. Может быть именно в Англии мы сейчас по-хорошему раскроемся. Замечательные голы забили не кому, а именно Давиду Дхею, Манчестеру, Юнайтеду. Да еще и в суперкубке увеличивая наше преимущество. И Хосе по Гвардиолу естественно рад, что приобрел нас за какие-то там 37,5 миллионов. Ну и мы забиваем. Первый гол отпраздновали именно с Хосе по Гвардиолу. И Марсиаль забивает все-таки Антони Марсиаль на последних минутах. И бежит в центр. Но вряд ли они уже отыграются. Хотя комбинация очень хорошая была. Оборона здесь сплоховала. Не смогла до конца доработать этот момент. Уэмбли ликует. Манчестер Сити завоевывает суперкубок Англии. Сейчас будет естественно награждение. Но мы точно заслужили его. Мы победили. Забили еще и гол. Увеличивая преимущество. Если бы не наш гол, то сейчас была бы ничья. Но все-таки хороший гол. И вон там где-то мы впереди сейчас. И Фил Фодден с капитанской повязкой. Он был заменитель Дебройной. Дебройной бы поднимал этот щит. Каминити Шилда. Ну и вот они мы. Рядом с Жоа Канцело. Сзади от Филла Фоддена. Есть. Наш первый трофей за Манчестер Сити. Такой же трофей у нас практически... Ну такой же завоеван у нас трофей вместе с Наполи. Это суперкубок Италии. Здесь суперкубок Англии. Ну и сейчас естественно мы пойдем к болельщикам. Вместе с ними отпразднуем. Ну и замечательно. Голу мы забили. Оборота Манчестера. Ну и к болельщикам я не пойдем. Просто будет вот фотография. Сейчас найдем себя на этой фотографии. Да вот они мы. Рядом со Стерлингом. Жоа Канцело приобнял на Стерлинг сейчас. И сзади так Куна Гуэра. Все. Замечательный матч. 2-1 победили. 9-3 у нас в центре. Надеюсь лучший игрок матча у нас. Да. 3 лайка, 1 дизлайк. Ну и сейчас посмотрим. Все. Я думал. Вот. 78 точных передач. Вот нам сказали больше передачи делать. 32 касаний. И 15 точных пасов. Ну что же у нас первое число. Это значит что нам нужно провести естественную тренировку. Поехали. Ну что же. Закончилась наша и вторая тренировка. Ну и вот у нас стартует сезон. У нас 4 игры против Хаддерсилда. Сток Сити, Эвертона и Чилси. За эти 4 матча нам сказали забить минимум 4 гола. И чтобы оценка была ниже 9.0. Ну и 53% ударов. То есть за 2 удара я должен забивать как минимум 1 гол. Ну что же. Первый матч у нас домашний. Поэтому не должны упасть в грязь лицом. Тем более такой команде мы должны забивать. Поехали. Итак чемпионат Англии. Этихат стадион. Наш первый домашний матч за Манчестер Сити. Болельщики. Естественно рады такому приобретению. Все таки мы произвели для них должное впечатление. Нужное которое надо было. Все это сделать. Мы забили Манчестер Уинайтеду. Самому непримиримому сопернику для Манчестер Сити. Еще и в финале. Ну точнее в матче за суперкубок Англии. И тут еще и матч дальше идет. Интересный именно для игроков. Потому что именно здесь надо раскрываться. Матч Манчестер Сити Хаддерсфилд. Мы в старте. Поехали. Ну это штрафной. Это штрафной. И будет сейчас пробивать Лерой Сане. Внимание. И это гол. Идентичный, друзья. Прям вот дежавю какой-то у меня сейчас. Снова забивает Сане. Со штрафного, который мы заработали. Правда теперь с другого угла. Замечательно. 1-0. Манчестер Сити выходит вперед. Матч против Хаддерсфилда. Хороший удар. И снова от штанги. Снова от штанги. Правда сейчас он прям в девятку самую заложил. Вот с этого ракурса будет хорошо видно. В самую девятку. Ну и все. Радуется Сане. Это его первый гол в сезоне. Именно в чемпионате. Ну и мы выходим вперед дома. 1-0. Может быть сейчас у нас получится забить. Уже поспокойнее как-то. И все. Минимальная победа Манчестер Сити над Хаддерсфилдом. Благодаря тому, что мы заработали штрафной Сане. Забил. Прямо как в матче за суперкубок Англии. 7-1 у нас оценка. Это очень плохо. А у Сане 8-0. Ну что же. У нас очередной матч чемпионата. Сейчас Манчестер Сити находится на восьмой строчке. Это минимальная победа. Самая единственная. Ну вот. Наверное. Мы теперь играем на выезде против Сток Сити. Я даже не знаю, почему здесь. Эти в черный тогда будем играть. И при дожде еще. 85-й рейтинг, кстати, у меня, друзья. Поздравляю вас. Рейтинг у нас поднялся на единицу. Итак, выездной матч. Мы приезжаем к Сток Сити на стадион. Выходим с под трибунного помещения. Неубедительно как-то мы стартовали в чемпионате. Минимальная победа может быть сейчас со Сток Сити на стадионе Сток Сити. Стадион Пагба на нас. И вроде как проходим, проходим. И пробьем. И это 1-0. Наш первый гол в английской премьер-лиге. Забиваем мы его не в домашних стенах на выезде в ворота Сток Сити. Но все-таки мы забиваем наш уже третий матч за Манчестер Сити. И второй гол в футболке. Горожанина. Отлично. Сразу же пробил. Из-под защитника голкипер не среагировал. Наш первый гол в премьер-лиге. Надеюсь, не последний. И замечательную передачу на нас отдал еще и Саней. Вы видели, даже я не просил. Но он отдал хороший пас. И этот дубль. За 15 минут у нас есть еще время. Постараться забить третий мяч было бы замечательно. Но здесь я вот даже вот, видно, не просил. Он сам отдал. Я замечательно в противовес, так сказать, противоход. Голкиперу пробил. Тут уже не успел среагировать. Это наш дубль на выезде. Замечательно. Ну и меняет Бернарда Сильва. Стерлинга. Уверенная победа на выезде. Видимо, могли сейчас забивать еще и третий. Но эта злополучная штанга нам этого не дала сделать. Но дубль. На выезде забить. Это замечательно. Оценка 8,3. Кто у нас лучше? Это Саней. 8,4. Посмотрим, кто там ассистировал нас. Это Пагба. Одну голевую отдал. И Саней. Ну что же, а у нас 14 число. И сейчас у нас будет тренировка. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Ну что же, у нас матч домашний против Эвертона. Эвертон сейчас идет на 13 строчке. За первого тура они сыграли дважды в ничью. Итак, разминаются игроки Эвертона. Для них это интересный матч. Сразу же против чемпионов. Третий тур. Пока что Эвертон играет не в полную свою силу. Сыграли дважды в ничью. Ну а Манчестер Сити в двух своих матчах заработал 3 очка в каждом матче. И они сейчас идут наравне вместе с Ливерпулем и с Челси. Именно эти три команды выиграли все два матча на старте. На нашем счету пока что три матча за Манчестер и три забитых мяча. Пробили не точно. С защитника мяч попадает. А вот и наш шанс сейчас. И это 1-0. Хорошо сейчас прошли с мячом. Защитники нас и не трогали. И мы забиваем. Манчестер Сити выходит вперед. 1-0 против Эвертона. Вот сюда можно дальше. Хорошо отдал пас Пагба. Но это пенальти. Мы зарабатываем 11-метровый. Но забивать не знаю пробьем ли мы этот пенальти за Манчестер Сити. Либо кто-то лучше бьет. Наверное Пагба все-таки у нас пенальти 80. Ну здесь вот просто срубили нас. Ну да. Пагба будет пробивать пенальти. И забивает 2-0. Поль Пагбан делает счет. И уже получается какой? Это третий гол Манчестер Сити. После нарушения на нас. Которого забивают. Два мяча забил Лерой Саны. Первый это был в матче за суперкубок. Второй это матч против Сток. Нет, не против Стока. Против Хаддерсфилда. Да. Забил Саны. Ну вот сейчас против Эвертона забивает Пагба с пенальти. Который мы и заработали. И опасный момент. Сейчас Кбамин. Кбамин все-таки забивает. Уменьшает преимущество до одного мяча. Ну и просто здесь добил. Неплохо. Первый его гол. И Пагбу меняет. Пошла передача. И забивает Эвертон. Вот так вот за пару минут они сравняли счет. Но это просто что-то с чем-то. И все-таки Эвертон свои два первых матча сыграл в ничью. И вот они показывают, что могут они доводить еще раз до ничьей. И нас меняет, кстати, еще за 15 минут до конца выходит Ромео Лукаку. Против Ромео Лукаку мы играли в составе Аякса в Лиге Чемпионов против Интера. Ну что же, досматриваем тогда. Раз нам не дали ничего больше сделать. Но ничья против Эвертона у нас. Первая потеря очков. Здесь не сказать, что из-за меня. Так игра стучила. Я получил все-таки оценку 9,4. Когда меня меняли еще на Лукаку. Я забил гол, заработал пенальти. Здесь это просто так сыграла оборона наша. Теперь 8,7 оценка. Но я все равно лучший игрок матча. Ну и у нас выездной матч против Вест Бронвича. В Кубке Карабао. Так. Ну давайте сейчас мы посмотрим по статистикам игрока. За 4 матча у нас. Но это 3 тура в английской премьер-лиге. Но здесь, да, Вудбурн только. Вот 4 у него забитых мяча. За 3 матча у него. Но у нас еще будет время. У нас еще матч с Челси. Так что мы еще сможем побороться за звание лучшего игрока месяца. Если все-таки забьем еще и ворота Челси. Там голевую попробуем отдать. Так. Я бы поменял форму. Вот это что такое? Вот черная. Противу из Бронвича. Феррером. Фернандинио. Аканджи. На поле. Ну, вроде так все на месте. Поехали. Итак, новый турнир для нас сегодня открывается. Мы играем против Уэст Бронвича. Первый для нас матч в Кубке Карабао. Раунд второй, если я не ошибаюсь. Ну что же, посмотрим, как мы сыграем на выезде. Неплохо. Даем хорошую передачу на Эреру. Бернардо Сильва. Ух, забиваем все-таки. Эрера добился своего. Мы на него давали передачу. И замечательный у него гол получился. Эктор Эрера. Это вроде, если я ничего не путаю, который раньше и в Порту играл. Потом в Атлетико Мадриде. Ну вот. Неплохо так. Выпнул прямо на него. Защитник. Ну и... А, это Янгель даже какой-то Эрера. Неизвестный мне игрок. Может, молодой Рейкин какой-нибудь. Ну и все. Мы здесь одни на фланге. Убегаем уже просто. Ну и сейчас забивать нам нужно обязательно. И забиваем. Замечательно. Делаем счет 2-0. Просто пробежались по флангу. По нашему практически родному левому. Прямо под правую ногу замечательно зашли. Ну и без проблем забили. Рядом с вратарем еще и мяч летел. Так что получилось забить. Ну это наш первый гол в Кубке Карабао. Надеюсь, и не последний. И это 3-0 наш дубль. Отлично. В Кубке Карабао мы делаем разгромную уже и счет. И, скорее всего, это будет разгромная победа. Ну и замечательно. Так разобрались и с защитниками. Ну и правой ногой решил все-таки пробить. Шведой. И получилось. Нас пока что не меняют. Есть время, чтобы забить хэт-трик. Постараться. Мы и попробуем. Ну все, заканчивается матч. Разгромная победа над Весбромвичем. Забили мы 2 мяча. От НК 9.4. Мы лучшие игроки матча. Все замечательно. Ну что же, только что нам стало известно о жеребьевке Лиги Чемпионов. Сейчас мы на нее быстренько глянем. Кстати, здесь в Суперкубке победил ПСЖ. Разгромная. Ну 4-2. Обыграли Арсенал. Ну что же, поехали. Группа А в Лиге Чемпионов Манчестер. На этот Рома Дорнольдская. Боруссия и Клуб Брюгги. Интересные будут матчи. Манчестер Сити, Милан, Спартак, Динамо, Загреб. Это наше легендарное возвращение в Россию. Мы еще не играли против российских команд. Но мы играли уже против Милана. Они стали чемпионами в прошлом сезоне. Как так случилось, друзья? Раз Манчестер Сити стал в прошлом сезоне чемпионами. И Милан стал чемпионами. Почему в одной группе? Вот это странно. Но здесь проходная вообще группа. Милан и мы, скорее всего, выйдем. Пассажир Валенсия, Генг и Шахтер. Реал, Челси, Бенфика и Локомотив. Пожелаем Локомотиву удачи, кстати, против Челси. Играет. Мы тоже с ними будем играть. Посмотрим. Ювентус наш. Байер Арсенал ЦСКА. Прямо российские клубы. Прямо прудно наши бывшие клубы практически. Здесь только с Локомотивом. Никто из наших не играет. Байер Арсенал ЦСКА. Бавария. Леон ПСВ Венербахче. Барселона Наполи. Уже какой сезон встречается Барселона против Наполи? В прошлом сезоне мы играли. Они и в позапрошлом вроде играли. Монако и Зальцбург. Тоттенхэм, Атлетика, Мадрид, Баруси, Менхен, Гладбах и Селтик. Лига Европы. Лацио, Андерлейх, Тутри, Храпид. Портославия, Миддлэнд, Розенбург. Ливерпуль, Лиль, Азен, Валеренга. Брага, Фейнорд, Мидипул, Башик, Шахир, Штармград. Лейпциг, Валериал, Паук, Аустрия. Марсель, Уверхэмптон, Стандарт, Лузерн. Торина, Ницца, Панатианоикас, Джейло Ния. Реал, Бетис, Аякс, Наш бывший клуб. Виктория, Гюймарайш, Копенгаген. Хофенхайм, Реал, Соседат, Рейнджерс, Йонгбойс. Франкфурт, Олимпиакос, Бешикташ, Виктория, Пельзень. Эвертон, Гент, Галатасарай, Хиберниан. Интер, Спортинг, Барзель, Дандолг. Всем желаю удачи. У нас, кстати, квалификация на чемпионат Европы. Франция, Польша, Швейцария, Уэльс и Словения. Надеюсь, мы пройдем. Ну и группа мы тоже в Лиге Чемпионов должны проходить. Вот против Спартака будет интересно поиграть. Против наших же практически там одностранников. Кто-нибудь в сборную с нами. Ну вот, против Словении и Уэльс мы играем. Сане, Зюли, Филипп Макс в Германию. Стерлинг, Фоден в Англию. Ля Порте, Панкба. Вот именно с ними мы, скорее всего, можем встретиться на квалификации. Но мы и встретимся. Дебройне, Вицель, Лукаку в Бельгию. Я единственный в Россию. Аканджи в Швейцарию. Португалию. Сивили, Концело поехали. И также вот... Тут игроков. Стефан в США. Эррера в Венесуэлла. Значит, это все-таки не Реген какой-то. Эдерсон в Бразилии. Серхио Гуэра в Аргентину. Забыл я. Кто там еще у нас в группе? Ну вот, Швейцария, да. А как же мы с ним встретимся? Ну, снова вот Польша. Снова Уэльс. Уже играли мы много раз против Польши. Мы вообще и дебютировали. Вот они с нами идут и идут. По ходу всей карьеры. Кстати, нельзя еще ничего сделать. Не запросить трансфера. Ничего такого. Ну что же, у нас интересный ватч. Самый, наверное, такой важный сейчас в чемпионате. Это Челси в Манчестер-Сити. Вот такая вот расстановка. Челси вроде как не проиграли. Я даже не посмотрел. Еще первые три матча они ни разу не проиграли. Да, у них, как и у Уэстхэма и у Ливерпуля, по три победы. Но у нас одна ничья вот с Эвертоном была. Поэтому сейчас на выезде еще играем на Стэнфорд-Бридж. Будет интересно. Нам надо забивать, чтобы становиться там лучшим игроком августа. Поехали. Ну что же, это скорее всего матч тура. Если сегодня выигрывает Манчестер-Сити, они обгоняют на одно очко, если я не ошибаюсь, Челси. Ну, и могут нанести первое им поражение. Пока что ни Манчестер-Сити, ни Челси за первые три тура не проиграли. Ну, вот потерять кофе случилось у Манчестера в домашней встрече против Эвертона. С счетом до 2 матч завершился. Ну, и Андрей Хорев может стать номинантом или кандидатом на название лучшего игрока месяца. Если, конечно, сегодня отличиться. У него за первые три тура, получается, три забитых мяча. Ну, и вот сейчас четвертый. Мы посмотрим, как все изменится в этом звании. У нас практически никто не останавливает. Ой-ой-ой, ну это пенальти. Мы снова зарабатываем пенальти. Получаем желтую карточку Франко. Два тура подряд мы зарабатываем пенальти за Манчестер-Сити. Ну, и Поль Погба сейчас будет пробивать. Надеюсь, забьет. И Погба мажет пенальти. Как можно было сейчас промазать? Вот, с этой камерой лучше видно. Рядом со штангой мяч пролетает. Ну, и зря мы зарабатывали пенальти. Ну, и Дембеле забивает. Вот так вот подача на последних минутах первого тайма. И Дембеле забивает. Не знаю, это точно не Усман Дембеле. Муссам уже Дембеле. Да. Вернулся вот так вот он из Китая. Пошла подача. И это пенальти теперь уже в наше ворота. Вицель сыграл там рукой. Ну, замечательно. Ну, и сейчас Дембеле забивает дубль. Еще и от Перекладины по Нэнкой. 2-0 мы проигрываем Челси. Просто замечательно. Ну, и Дембеле забивает Хэтрик. Вот так вот разгром Челси. Замечательно все они сделали в этой атаке. Ну, и Мачестер Сити, ну, вот, просто поплыл. Просто поплыл. Ну, и все. Крупное поражение у нас на выезде. Дембеле забивает нам Хэтрик. Мы еще домой какую-то травму получили, повреждение по ходу матча. 7-3 у нас оценка. Это очень плохо. И сейчас вряд ли мы уже точно получим звание игрока Месяца. Еще и Куина за Уотфорд забил 3 мяча. Сейчас узнаем еще ворот кого. Волгер Хэмптона. Ну, и объявлена команда недели. Здесь, естественно, Муса Дембеле. Ну, наверное, чуть попозже нам скажут про игрока Месяца. Ну, и вот они, кандидаты на звание игрока Месяца. Два игрока из Ливерпуля. И, естественно, мы здесь видим это Дембеле. Тоже и говорил. Да, Дембеле, Куина, Вудбрун и Луис Альберто. Вряд ли мы бы попали, если бы даже забили бы ворота Челси. У нас матч против Словении. Сразу же против слабого соперника. Там Франция потеряла очки, так что нам надо набирать. Вот такая вот расстановка. Черышева, кстати, поставили на нужную же позицию. Но вот Щеников и Кутепов еще пока что не вернулись на свои места. Но, надеюсь, мы победим. Поехали. Ну, что же, начинается у нас квалификация на чемпионат Европы. Который пройдет в 2024 году. На чемпионат мира мы не попали. Это очень обидно. Но теперь мы играем за лучший клуб Англии. И мы должны себя показывать на этой квалификации, что мы достоины выступать на чемпионате Европы, где соберутся лучшие команды с Европы. Поэтому достичь это нужно. Итак, играем мы первый матч на выезде. Ян Облак. Ворота сборной Словении. Поехали. И голевая передача. Сборная России выходит вперед на квалификации к чемпионату Европы против Словении. Записываем мы на свой счет голевую передачу. Просто пушечный выстрел от нас был в сторону Головина. И тот забивает левой ногой. 1-0. Сборная России выходит вперед. Отлично. И хорошо на нас отдает еще и Денис Черышев. И надо добивать. Добивайте. Зобнин. Это автогор, скорее всего. Это Яна Облака. Мы 2-0 выигрываем. Ну, Зобнин празднует, так как он последний игрок в сборной России, который дотронулся мяча. Но вряд ли все равно что-то даст. Там именно Ян Облак уже мяч в ворота занес. Прям так отбил. Здесь Зобнин пробивал. Ну и от Яна Облака. Да. Автогол. Но нам-то это без разницы. Мы выиграем 2-0. Причем, что Франция сейчас там сыграла в ничью со Швейцарией вроде. Жамалединов. Отлично. А мы отдаем вторую голевую в этом матче. Теперь уже Рифат Жамалединов забивает в ворота сборной Словении. У нас пока что вообще не получается. Мы 2 голевые записали. Трудно, конечно, что-то из себя здесь показывать. Нам тоже создают момент, но мы их просто не реализуем. Но вот здесь замечательно. Прошли так и отдали в центр. И Ан Облак как будто его просто вот нету на воротах. Ну и Рифат забивает первый гол в квалификации. Ну что ж, заканчивается наш матч. С счетом 3-0 мы выиграем. Мы лучшие игроки матча. Две голевые мы отдали. Ну и на матч против сборной Уэльса нас не берут. Надеюсь, что мы сможем их одолеть. Все-таки дома еще играем. Ну и замечательно. 2-0. Чалов и Зобнин забили. Чалов именно на нашей позиции вот играл в этом матче. Ну и после двух туров сборная Франции потеряла свои очки в матче против Швейцарии. Но мы пока что две победы из двух имеем. И ни одного еще пропущенного мяча. Ну и лучшая у нас результативность уж точно. Не забиваем мы столько же, сколько и сборная Франция сейчас. Пять мячей. Ну что же, у нас сейчас будет тренировка. Так как мы не могли тренироваться, пока были в сборной. Поехали. Ну что же, вот так вот закончилась наша тренировка. Ну что же, следующие у нас четыре матча. Это Кристалл Пелос, Норвич, Лестер и Арсенал. Интересные тоже матчи. Теперь нам нужно не четыре мяча за эти четыре матча забить, а три. Но и отдать голевую передачу. В прошлой матче у нас 16% было по ударам. Теперь они нам, получается, снизили до 39. Было 53. Но оценку 9-0 они так и оставили. Перед пятым туром мы идем на восьмой строчке. У нас семь очков. Ливерпуль, Челси имеет по 12 уже очков. И Кристалл Пелос идут сейчас на 16-й строчке. Ну что же, играем сегодня дома. Должны, надеюсь, с легкостью взять. Три очка поехали. Итак, у нас новый месяц. Мы будем бороться уже, получается, в сентябре за звание игрока месяца. В прошлом месяце нам не повезло. Наверное, все-таки из-за матча против Челси. Здесь у нас будет соперник чуть послабже. Здесь у нас лондонский Арсенал. Но в этих четырех матчах уж первых точно. Но сегодня у нас игра домашняя против Кристалл Пелос. И мы в старте. Поехали. И вот так вот. Сразу же выйдем. После перерыва Кристалл Пелос забивает в ближний угол. Санлов пробивает Эдерсена. И никто ведь не держит. Никто не прикрыл. Он просто, он даже не отбирал. Он просто стоял возле нападающего, защитник. И все. И снова мы умажем. Вот сейчас мы могли просто сравнивать, но не получается. Минимальное поражение дома от Кристалл Пелоса. Вот просто ничего не получалось в этом матче. Всего лишь один удар у нас был за весь матч в створ. И так у нас стартует Лига Чемпионов. И стартует именно с матча. Динамо-Загреб. Мы едем в Хорватию. Интересный матч будет. Именно с этой командой мы должны брать двух матчах по 6 очков. Тем более, так неубедительно играем теперь в АПЛ. Надо хотя бы в Лиге Чемпионов себя показывать. Поехали. Итак, Лига Чемпионов. Для нас это уже третья Лига Чемпионов подряд. За новый клуб. Мы уже играли за Аякс, за Наполи, за Ювентус. Мы не играли, так как были, наверное, заявлены за Наполи. Поэтому и не играли против Леона. Вылетел тогда Ювентус в 1-8 от Леона Максим. Мы доходили до четвертьфинала за Аякс, где и вылетели от Наполи. Но у нас новый сезон. Третья Лига Чемпионов для нас. Погба. И Погба 1-0. Мы отдаем голевую передачу в Лиге Чемпионов за Манчестер Сити. И на пятой минуте уже делаем счет 1-0. Замечательно здесь накрутились, сместились в центр, отдали на Погба. Ну и тот в касании с левой ноги пробивает. И вот так вот сравнивает Динамо Загреб на 55-й минуте. И за штрафной Эдерсон немного вышел, потерял позицию. И Петкович забивает гол. Забили там и тогда, когда и не ждали. Вот вроде ничего опасного, но просто перекинул таким ударом Эдерсона. Ну и Петкович уже второй гол забивает. Одно очко, одно очко мы заработали против Динамо Загреб на выезде. И все из-за этого тупого гола. Что начинает происходить? Вот это я не понимаю. Это в каждом сезоне что-то начинает происходить. Начинаем мы нормально всегда. Вот даже за Наполе мы начинали. Все хорошо было у нас. Мы шли, не проигрывая. Но потом что-то начинает случаться. Теряем просто в тупых матчах очки. Ну что ж, закончилась у нас тренировка. Итак, у нас выездный матч против Норвича. Норвич сейчас идет за шаг до вылета на 17-й строчке. Один раз они всего лишь выиграли. Один раз сыграли в мячу и трижды проиграли. Но сейчас мы нанесем четвертое поражение, я надеюсь. Вот она расстановка. Поехали. Итак, шестой тур английской премьер-лиги. Мы играем сегодня на выезде против Норвич Сити. Игра у нас в ВПЛ складывается не очень в этом сезоне. Сейчас идем мы на восьмой строчке. Это просто ужасно. В прошлом сезоне мы шли на... Ну, Манчестер Сити, в общем, шел на первой строчке. За пять матчей мы всего лишь дважды выиграли. Два раза проиграли и один раз сыграли в ничью. Надеюсь, скоро вернется к нам эта удача, которая была в начале сезона. Фоден замечательно отдает на нас передачу. Мы с флангой теперь нчимся уже к воротам. И забиваем. Долгожданный наш гол. Фуф, спокойно теперь можно выдохнуть. Вышли мы вперед, наконец-то. Хоть теперь не поражение, надеюсь, будет. Главное, чтобы не сглазить. Но замечательно, прошли. Нас никто не держал. Снова внешней стороны стопы с этого фланга мы пробили. Ну и забили еще так низом. Обидный такой гол прям. Какой-то наш гол. Это наш четвертый гол в АПЛ. Ну что же, заканчивается наш выездной матч. Благодаря нашему единственному голу мы и выигрываем. Оценка у нас была на момент ухода с поля 9.0. Сейчас она, естественно, будет ниже. Оценка у нас 8.6. Один удар у нас всего лишь был в створ. И он заключился в гол. Еще и не мыл лучший игрок, конечно, с Сэм Байером. Где он... Нет, все-таки нам, да. Почему-то его вот здесь вот показали. Странно. А у нас домашний матч против Бристоль-Сити. Это снова кубок Карабао. Бристоль-Сити сейчас идет на третьем месте в чемпионшипе. Всего лишь два раза они проиграли. За начало сезона и с 9 матчей. Остальные все они выиграли. Ну что ж, вот она расстановка. Эррера, Гарсия, Сандлер, Макс. То есть дает Гвардиолам играть другим игрокам. Поехали. Этихарт принимает матч Манчестер-Сити против Бристоля. Третий раунд. Кубка Карабао. Болельщиков на самом деле должно быть немного, но здесь полный аншлаг. Ну и надеюсь, сегодня мы сможем забить хэтрик. Алекс Гарсия забивает. Четвертая минута. Голливул мы не смогли отдать. Конечно, это предголевой пас прям был. Эррера и Гарсия хорошо сейчас разыграли. Хорошая передача от Вицеля. И мы забиваем. 2-0. Это наш уже третий мяч в Кубке Карабао. Здесь очень хорошо у нас получилось. На ложном замахнулись и в нижний угол еще и пробили. Замечательный пас от Вицеля. Просто замечательно. И отдаем хороший пас. И Эррера забивает с нашего голливого паса. 3-0. Наш уже четвертый голливой пас за сезон. Второй за Манчестер-Сити. Но никуда эти голливые пасы у нас числиться не будут. Потому что надо отдавать голливые только в АПЛ, чтобы они засчитались. Ну и замечательный гол. Эрера тоже забил. Обороны как будто и нет. И мы забиваем. Дубль ворота Бриселя. 4-0. Наш четвертый мяч в Кубке Карабао. Сейчас вот нажимал после вот этого вот удара. Здесь вот сразу мог забивать, но не стал игрок бить. Забил чуть попозже. Нас еще не меняют. Дает нам время ПЭП, чтобы забил третий. Ну что ж, заканчивается матч. Разгромили Бристоль. С счетом 4-0. Наш дубль и голливая за этот матч. 8-7 оценка за матч. Естественно, Янгель Эрера будет. Если бы я бы доигрывал матч до конца, вот он гол и голевую записал. Почему не я? У меня два гола и одна голевая. Да потому что он матч до конца доиграл. Если бы я бы доигрывал, у меня оценка там была 9-4. Это вообще несправедливо. Ну что ж, в чемпионате у нас сейчас игра против Лестера. На домашнем мы до сих пор идем на 8-й строчке. Но есть шанс у нас попасть на 7-ю. У нас матч в запасе. Если мы обгоним Водфорд по разнице мячей, мы не обгоним. У них плюс 7 забитых мячей. У нас 0. Лестер идет ниже нас. Они идут на 14-й строчке. 4 раза проиграли, 2 раза выиграли. Ну что ж, надеюсь, форму мы не потеряли. Тем более, нас же заменили еще, так что должны были отдохнуть. Да, отдохнули. И весь стартовый состав у нас на поле. Поехали. Итак, Этихат Стадиум. Замечательная погода сегодня в Манчестере. Матч Манчестер-Сити-Лестер-Сити. Итак, очень убедительный у нас сезон начался. Идем мы сейчас на 8-й строчке. Пока что после этого тура никак это не изменится. Надо забивать нам 8 мячей. И только тогда мы обгоним Водфорд, которые идут на 7-й строчке. Но это вряд ли. И это гол. Кевин Дебройне забивает. 1-0. Манчестер-Сити выходит вперед вот так вот. На нашем же снова штрафном. Вот так вот разыграли. Хоть Санне и не забил со штрафного. Но наш капитан Кевин Дебройне забивает гол. Расстроенность здесь на голкипер. Вот этот момент. И за штрафной. В девятку в самую Кевин Дебройне. Еще и, наверное, внешней стороны стопы. Сейчас посмотрим. Ну, он прям так с носка пробил. Ну, неплохо. Первый гол Кевина Дебройне в АПЛ в этом сезоне. Кевин Дебройне отдает на нас хорошую передачу. Мы входим уже в штрафную. И пробьем. И это 2-0. Снова наш долгожданный гол в английской премьер-лиге. И теперь мы увеличиваем преимущество против Манчестер-Сити. Итого у нас получается уже за сколько матчей? С Кристал Пелосом мы играли в этом месяце. За 3 матча в этом месяце у нас 2 забитых мяча. Но пока что неплохо. Есть еще и время. Нас не должны заменить. 5 мячей мы уже забили за сезон. Ну, и все-таки Мэдисон забивается штрафного. 2-1. 10 минут до конца. Похоже, боты тоже умеют забивать со штрафных. Не только у нас. Но нас не меняют. Еще оставляют. Так что нормально. Ну, и все. Заканчивается матч. Наша домашняя победа над Лестером. Завели мы единственный гол на нашем именно счету. 7-9 оценка. Ну, и Дебройнов лучший игрок. Матч у него 8-9. Ну, что же. У нас сейчас матч в Лиге Чемпионов против Милана. Они обыграли там Спартак вроде со счетом 4-0. Дома они играли. Да. Ну, и теперь у нас интересный матч. Потому что именно с Миланом мы будем конкурировать за первую строчку. Сейчас они, правда, идут на ней. Ну, против Милана мы играли на уровне именно, когда играли за Наполи. За Наполи мы вроде даже ни разу еще не встречались с Миланом. Вот за Ювентус мы дважды встречались с Миланом. Они нас обыграли вроде один раз или в ничью-то мы даже сыграли. Ну, мы забивали Милану один-единственный мяч. Джан Лоиджи Донарума тогда пропустил три мяча на Сан-Сиро. Ну, и вот она расстановка на сегодняшний матч. Поехали. Готовятся игроки Манчестер-Сити. Они вроде как набирают уже форму. Не проигрывают они уже три матча к ряду. Победа минимальная над Норвичем тогда забил я. Победа 4-0 над Бристолем в Кубке Карабао. Тогда я сбил дубль, отдал голевую. И победа над Лестером с счетом 2-1. Тогда я забил, ну, можно так сказать, решающий гол. Ну, а теперь матч в Лиге Чемпионов с Манчестер-Сити-Милан. Интересный матч. Аншлаг точно будет, потому что это один из главных... Ну, это главный матч именно на групповой стадии у Манчестер-Сити. И забивает нам Пабло Сарабиа. Вот так вот навесили просто и забил. Пабло Сарабиа невысокого-то роста и футболист, но он все-таки забивает нам, к большому сожалению. Ну, и подача вот просто почти с четверти поля подает. Ну, и Эдерсон, как он мог здесь не достать. Нам надо еще и отыгрываться теперь. Замечательно. Лукаку. Это шанс сейчас сравнивать. Стерлинг. Это 1-1. 78-я минута. Замечательно. И снова ничья у нас. Заменили нас. Лукаку вроде отдал голевой пас. Если я не ошибаюсь. Да. Установил, отдал. И вот здесь вот Стерлинг на опережение сыграл. И забил. 1-1. Отлично. Ну что же, заканчивается матч. Ничья против Милана дома. 1-1. Наша вторая уже ничья в Лиге Чемпионов. Ну что же, у нас матчи в сборной. Против Швейцарии и Польши. Санэй Зюли Макс в сборной Германии. Стерлинг Фодом в Англию. Ля Порте Пагба во Францию. Дебройн и Вицель. Лукаку в Бельгию. Мы в сборной России. Аканжи в сборную Швейцарии. Надеюсь, встретимся с ним. Сильва Концова в Португалии. И Стефан в США. Сейчас мы посмотрим. Кандидата на звание игрока месяца в сентябре нас, естественно, там не будет. Здесь Марсиаль, Хатсон, Адой, Вудбун и Кейн. Ну что же, друзья, большое вам спасибо за просмотр этого выпуска. За этот выпуск мы отыграли с вами 13 матчей. Как вы видите, по нашей статистике 10 забитых мячей у нас. И 4 голевые передачи. Сейчас мы после 7 туров идем на 13 строчке. К сожалению, вот так вот. Арсенал идет на 6, но у них 15 очков. Так что если мы побеждаем в следующем выпуске Арсенал, еще и на выезде, то мы их опережаем. Давайте также в конце посмотрим, на какой мы строчке побомбардировали. На 4 строчке за 7 матчей у нас 5 забитых мячей, а у Гарри Кейна 9. Также у Марсиали и у Вудбурна по 8. Ну что же, до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok